Куда? Куда? Куда ты пошёл, сволочь? Куда? Стоять, твою мать! Стоять, сволочь! Котина какая ещё не потихотина. Тварь моя мать! Уйди сюда нахрен! Тварь какая! Смотри, у меня гадина. Добрый день, сотрудники нашей прекрасной организации. Котина какая! Вот знал же, что это случится когда-нибудь. Ага. Хрен тебе, не так тут всё просто. Думаешь, так здесь всё работает? Смотри, мне гадина. Итак, сотрудники, у нас пилотный выпуск рассказа про монстров. Для начала мы решили рассказать вам про самого простого зомби. Это класс быстрый зомби. Эти зомби отличаются тем, что гораздо быстрее своих собратьев. Во-первых, бывает такое, что они передвигаются на четырёх лапах. Это, во-первых, гораздо быстрее, ну и, знаете ли, более неожиданные. Обычно они стоят на задние лапы, когда нужно догнать какую-то определённую жертву, которая очень быстро бегает. Они выделяются тем, что, по сути, ведут своё стадо в каком-то определённом направлении. Допустим, им нужно направиться в город. Те, кто их направляют, то есть ведущие зомби, созданы для того, чтобы бежать и направлять своих собратьев. Они это делают не просто так. Зомби умны, но, как кажется, на первый взгляд, они тупые. И ничего не чувствуют, по сути, ни любви, никаких чувств, в принципе, но сами понимаете. Будто у них нет ума. По сути, они просто притворяются такими. На самом деле, они специально притворяются, чтобы у жертвы, так сказать, своеобразное ощущение такое, что ничего они тебе не сделают, и вырубить их просто. Обычно они ориентируются по запаху, но также и по звукам. Бывают и слепые быстрые зомби. Такие зомби обычно находятся в стаде, так как они не представляют себе ничего особенного. И вести стадо они уже не могут. Да, представьте себе, зомби тоже могут стареть. Мы думали, что они умирают лишь от голода, но, оказывается, нет. Оказывается, они еще умеют умирать от старости. Как мы все знаем, обыкновенные зомби выглядят, по сути, так же, как и быстрые зомби. Но здесь уже суть заключается не в внешности, а во внутренней оболочке. Суть в том, что их лапы, они длинные. И созданы специально для того, чтобы передвигаться с большой скоростью. Обычные зомби обычно ходят на двух ногах, что, по сути, не позволяет им передвигаться быстро. Особенно, зная то, что у некоторых ноги могут быть вовсе переломаны. Стой твою мать. Эти же зомби обычно передвигаются на четырех лапах. Ну, в принципе, все мы знаем, как четверногие монстры там, допустим. Ну, вы сами понимаете, да? Это прекрасный представитель одного из видов быстрых зомби. Точнее, ну, довольно проворная мразота, конечно. Вот, ну, естественно, мы устанавливаем специальные ошейники. Невероятно просто... Сука! Для этого у нас и сделаны вот такие вот специальные кнопки для ошейников, позволяющие, которые делают и, точнее, бьют током определенного монстра. Сотрудников сил безопасности, пожалуйста, ко мне. Эта тварь не дает мне рассказывать про него. Короче, своеобразная мразь. Так что сотрудников сил безопасности ко мне живо. Ага, давай, порычи мне тут еще, мразь. Все, извините. Также спасибо нашим спонсорам, Woods Foundation, за предоставленного зомби. А также спасибо им за предоставленный ошейник для усмирения монстра. C-H-47. Итак, друзья, это у нас вожак стаи. Он здесь самый агрессивный, на самом деле. Это он здесь стоит сейчас так спокойно, просто потому что знает, что у меня на нем надет ошейник, и что у меня специальная кнопочка, на которую я себе нажму, то будет очень плохо. Вот, я могу показать у него реакцию, вот. Если поставить перед ним эту кнопку, показать точнее, и направить на красную, то он будет агрессировать. Точнее, скорее, пугаться. Смотри, а. Вот, слышите, это он так дышит. Участилось у него дыхание. Вот, убираем от него, и все, он становится, ну, начинает уже, так сказать, приходить в себя. Вольт у этого ошейника очень много, и бьет оно неслабо. Так что, если надеть вот этот ошейник на человека, то и включить один раз, то человек умирает. Умрет моментально. Итак, что я могу сказать про его внешнюю характеристику, в принципе, в зомби. Он одет вполне нормально, на нем не видны никакие порезы, там, и тому подобное. Кстати, очень странно, что у него не порвана одежда. Наверное, частюля, так сказать, как это правильно сказать-то. Про его морду, в принципе, ничего сказать нельзя. Это фактически стандартная голова, как у обыкновенных зомби. Естественно, с порезами, с кровавыми подтеками, с, можно сказать, уже с оголенным черепом. Ну, не на всю голову прямо оголен у него череп. Его слух невероятно хорош. Он может услышать человека, который находится в 10 километрах от него. Поэтому, если вы в 10 километрах от быстрого зомби, то не надейтесь, что он вас не услышит. К тому же, его обоняние невероятно прекрасное. Он может учуять толпу людей за сотни километров. У этого зомби, как мы видим, руки длинные. Опять же, это не у всех зомби так. Ноги его, ну, в принципе, ничего необычного вроде как. Но, если выпустить его, допустим, на какое-то поле и проверить, сколько он обычно бегает в километрах в час, точнее, сравнить скорость обычного зомби и быстрого зомби, то мы можем увидеть показатели. Ну что, друзья, это был пилотный выпуск нашего разбора монстров и показа их. Всем большое спасибо за просмотр и пока. Здесь, стоя мразь, не забывай, что у меня в руках. Так. Так. Так.